Перед Новым годом сотрудники Музея городского быта Симбирск конца 19-го – начала 20-го веков открыли выставку новогодних почтовых открыток «61 зайц и компания». Тем самым напомнили о традиции поздравлять родных и друзей при помощи почтовых открыток. Все экспонаты выставки объединены образом зайчика, который встречает Новый год и поздравляет всех с любимым зимним праздником. Главный герой, изображенный на открытках, играет в хоккей, катается на лыжах, играет на музыкальных инструментах, украшает елочку, водит хоровод. Сюжеты к ним нарисовали известные художники Советского Союза, такие как Владимир Зарубин, Владимир Четвериков, Алексей Исаков и другие. Конечно, жители нашей страны интересовались, а кто создавал эти открытки. А по крупицам собирали сведения об этих художниках. И вот сегодня мы с вами, конечно, будем вспоминать и такие известные фамилии тех людей, которые были причастны к такому волшебству. На выставке представлены открытки с изображением зайца из частного собрания жителя Ульяновска Евгения Ивановича Лытикова. Как пояснил Евгений Иванович, это не коллекция, которая целенаправленно собиралась. Как он утверждает, такая подборка получилась случайно. Ну, к зайцам у меня просто такое несколько сентиментальное, скажем так, отношение по одной простой причине. Когда мне было 4 года, меня родители впервые взяли с собой в Москву, и мы там были в зоопарке. И вот из всего зоопарка я, собственно, помню только двоих слона, который мне очень понравился своими большими ушами. Второе впечатление, которое у меня осталось с тех пор, это в вольере стоял пенек, и рядом с ним вдруг оказался заяц. И прямо на моих глазах он встал и начал барабанить по этому пеньку. Если вы думаете, что причина выбора открыток с изображением зайца только в восточном календаре, то ошибаетесь. К зайцам в нашей стране всегда было позитивное отношение. Он часто появлялся в сказках, мультфильмах, был героем песен. А в музее можно увидеть еще и елочные украшения с его изображением. И вот по игрушкам можно проследить хронологию, историю целого государства вот буквально на одной елочке. Ну, например, в 1935 году выходит на экран фильм «Цирк», и тогда на елочках появляются акробаты, циркачи, собачки разные цирковые и так далее. В 60-80-е годы очень популярными становятся сказочные персонажи на елках, в том числе и зайцы. На елке они стеклянные и из картонажа. В рамках работы выставки состоится ряд мастер-классов по изготовлению фигурок зайчат из глины.